Итак, всем доброго времени суток, и сейчас я предлагаю вашему вниманию вторую часть обучения по Gravity Tactics Mius Front, или танк Warfare Tunis 1943. Это у нас уже с вами тактический режим. Я решил, что нам стоит разделить видео еще больше. Сейчас я попробую научить вас начальным этапом постановки на тактическом режиме и действии. И следующая часть видео будет посвящена артиллерии отдельно. Думаю, так будет лучше. Причина, кстати говоря, перезаписи всех этих видео, это Gravity Tactics часто вносит изменения в свою игру. На мой взгляд, это уже второе точно крупное изменение интерфейса и принципов работы артиллерии. Так что учтите, возможно, они что-то еще поменяют. Ну что ж, давайте приступать к непосредственно нашей игре. Вы попали в бой, и первое, что вам наверняка бросается в глаза, черт побери, это зеленые квадратики. Меня часто спрашивают на стримах, что за чертов тетрис ты играешь. Так вот, давайте по поводу квадратиков. Центр квадратика зеленый, ну, чем ближе к зеленому, обозначает качество укрытия. То есть маскировки. Чем ближе к зеленому, тем сложнее заметить ваш отряд. Дальше. Внешняя сторона квадратика. Если красная, то там можно расположить только пехоту. Если оранжевая, то там можно расположить пехоту и танки. И если же серая, то там можно расположить все, что угодно, и даже можно окопаться. То есть, грубо говоря, чистота квадрата. Прежде чем расставляться, вам нужно четко понимать, что же вы хотите делать, что у вас за операция. Если у вас наступательная операция, как в данном случае, то всегда рекомендую иметь при себе артиллерию, лучше, конечно же, танки, и превосходство тоже было бы неплохо иметь. Если же у вас, конечно же, этого нет, то дважды подумайте, стоит ли оно вам того. Может, стоит просто стреляться артиллерией и подождать подкреплений. Соответственно, силы можно посмотреть просто в меню. Соотношение сил 496 на 412. Условные соотношения. То есть, танки стоят дороже, артиллерия, мотопехота. Это все весьма дорого стоит. Исходя из этих цифр, учитывайте, если вы, соответственно, не знаете, что же против вас будет сражаться. Если вы не разведали группы противника до сих пор. Вот так вот. Давайте перейдем непосредственно к изменениям интерфейса. Например, к левой панели. Что же у нас здесь? Здесь сразу же обращайте внимание на боеприпасы. Что же за боекомплект загружен в ваши танки, пушки, ну, пехота уже в меньшей степени, но главное, чтобы у вас там были снаряды. Снаряд загружается исходя из того, что вас ждать встретить. Если вы не знаете, что против вас, скорее всего, загрузится противопехотный боекомплект с большим количеством фугасов и меньшим количеством бронебойных снарядов. Если же вы знаете, что против вас танки, то там, возможно, и бронебойные, и даже подкалиберные будут загружены в ваш боекомплект. Дальше. Управление огнем искусственным интеллектом. Это актуально для артиллерии, как раз-таки для полевой артиллерии, минометов и так далее. Остальные, в принципе, можно выключать. То есть, эта настройка заставляет в юнит стрелять не по своим координатам, а по координатам перед банки кому-то другим, кем-то другим. То есть, у нас есть, например, батарея минометов, включена настройка управления огнем, и они будут стрелять по тому, что видит командир батареи. Или уже по его координатам, но об этом позже и отдельно. Дальше, что у нас есть? Управление движением. Я рекомендую делать всегда просто. Берем, выделяем все, что есть, и отключаем дружно эту настройку. Это актуально только оставить ее для связистов. Возможно, конечно же, вы захотите оставить ее, но все-таки в какой-то момент отделения под управлением искусственного интеллекта попытаются восстановить контакт со своим командиром, просто найти какие-то укрытия получше, будут бегать вам, это будет только мешать. Поверьте мне, оно вам не нужно. Дальше у нас идет скрытное передвижение. Это, скорее всего, заставит вашу пехоту лечь, танки закрыть люки. Также с модификатором скрытное передвижение, скрытное действие, вы можете заставить свою артиллерию стрелять дымовыми снарядами. Дальше у нас идет модификатор «Устроить засаду». Это заставит ваши юниты в начале на ходе расстановки засесть в окопах, в воронках, найти в общем себе укрытие, там в домах, возможно, и там остаться в начале хода. Дальше у нас идет режим «Разрешить огонь». Это рекомендую выбирать только в том случае, если вы собираетесь устроить кому-то засаду. То есть, видите, отключили огонь, противник подходит к вам, подпустили его поближе и смело начинаем бомбить. Учтите, что на разрешение огня вам потребуются очки командования, так что это не всегда хорошо, когда вы отключаете. Может не хватить просто-напросто, и бойцы не получат команду на разрешение огня. По поводу уровня командования. Хорошо, давайте дальше пройдемся сначала. Стрельба по пехоте. Это, в принципе, актуально только для тех, у кого есть пушки. Соответственно, если вы видите, что у противника и танки, и пехота, отключите на всякий случай своим пушкам-танкам стрельбу по пехоте, чтобы у них не было лишнего соблазна. Пускай они лучше сосредоточатся на технике противника, она все-таки опаснее. Или, если случилось так, что вы знаете, у противника есть танки, но враг показал только пехоту, завязал бой своей пехотой, чтобы лишний раз не демаскировать свои войска, тоже отключите огонь по пехоте, дождитесь, пока враг покажет свои танки, и только тогда начинайте по ним работать. То есть вы не хотите, чтобы ваша артиллерия начала лупить по пехоте, при этом выдав свои позиции вражеским танкам, и те уже уничтожили ее. И у нас есть последний пункт. Это стрельба по авиации. В принципе, я рекомендую ее оставлять. То есть самое худшее, что может случиться, составленное стрельбой по авиации, если ваша пехота спалится перед врагом, грубо говоря, по стрельбой по самолетам. Но авиация достаточно редко прилетает, и на самом деле это не так страшно. То есть я рекомендую всегда ее оставлять. Соответственно, вы ознакомились со своими войсками, с координатами, с позициями. Да, по поводу артиллерии. Немножко все-таки упомяну это. Вам нужно на ходе расстановки выдавать координаты для артиллерии теперь. Так, где у нас корректировщики? Соответственно, это будет в следующем видео, но учтите заранее, что вам нужно будет сразу это делать. Для всех видов корректировщиков сразу же это задавать. Давайте перейдем дальше чуть-чуть. Верхняя планка у нас, кстати говоря, есть еще. Интерфейс тут. Рекомендую обращать внимание на два пункта. Первый это область обзора. Актуально для пушек, танков, возможно. И возможность стрельбы с закрытых позиций актуальна при расстановке непосредственно артиллерии. В данном случае у нас минометы. Они стреляют очень по навесу, так что, сами понимаете, для них это не так актуально. Но если у вас будут какие-нибудь ЗИС-3 и М-30 или немецкие, там, 105-мм пушки или больше авиации, артиллерии здесь точно много. Поэтому всегда учитывайте расположение орудия, исходя из того, куда они могут достать. Пушки штука грозная, но если они, сами понимаете, никуда не могут попасть, то толку от них никакого нет. Так, дальше вы расставились. Примерный план составили. Можно, в принципе, переходить к следующей фазе уже раздачи приказов. Здесь у нас есть... Давайте, ладно, хорошо, начнем с простого, с ознакомлением, как передавать приказы. Правой кнопкой мышки появляется радиальное меню, соответственно. Еще раз, правой кнопкой мышки на приказе вы можете подстроить каждый приказ под себя, как вам удобно. То есть, игра изначально дает какой-то набор, но вы всегда можете сделать, как вам хочется, чтобы вам было удобнее всего это делать. Соответственно, давайте ознакомимся с модификаторами приказов. В первую очередь, это маневрировать. Это непосредственно приказ к бою. Юнит с этим приказом будет стрелять по противнику, двигаться, исходя из-за того, что у него есть контакты и так далее. Отмена приказа. Это при контакте с противником, юнит отменит выполнение текущего приказа, просто сядет, встанет и будет ждать. Быстрое движение, понятно. Двигаться за техникой, пехота будет стараться укрыться за танками или любыми другими бронемашинами. При наступлении это может вам помочь. Движение по дороге, понятно. Скрытное движение. Давайте подробнее по скрытному движению. У меня есть взвод пехоты, я хочу, чтобы он скрытно добрался до как можно ближе к позиции противника. У нас есть великолепный, не знаю, ручей, болото, что бы это ни было. Мы задаем им приказ двигаться скрытно. И парни, несмотря на прямую траекторию, будут стараться идти именно по укрытиям, находить окопы, ямы, канавы. В данном случае у нас великолепные укрытия. Мы сможем, ввозим все в грязи, промокнем, но незамеченными, скорее всего, пойдем до самого хутора. То есть здесь низина, и они будут стараться и двигаться. Вы это чуть позже увидите. Дальше, следующие приказы. Закрыть люки, понятно, актуальны для танков. Танки впереди, это при общем построении. Пехота обычно вперед встает. В этом, кстати, модификатором танки будут впереди. Техника по дороге понятна, дымы понятна. Также сами можете поэкспериментировать с плотностью, построением и так далее. Это уже не принципиально. Все, как вам удобнее, чтобы было. Или исходя из необходимости. Тут у меня чистое поле. Я хочу, чтобы у меня группа с танками и пехотой, неизвестно, что нас ждет, продвигалась максимально аккуратно, добралась до позиций противника, до домов, до лесов, до окопов, чтобы пехота дошла. Поэтому задаем координат приказ двигаться в линию с пехотой за танками и включенными дымами. В теории это обеспечивает хоть какую-то выживаемость нашей пехоты. Соответственно, здесь мы уже послали наш отряд незаметно добраться до противника. И эта группа у нас будет заниматься прикрытием огневым наших наступающих войск. Здесь, мне кажется, великолепная позиция. Открывается обзор на все. Просто ставим их в этом районе. И ждем противника, что мы увидим. Я почти уверен, что у противника здесь нет танков, возможно, ПТ-пушки, но все равно огневое преимущество у нас должно быть на нашей стороне. Так вот, исходя из того, что вы собираетесь делать, учитывайте, что против вас. То есть, есть ли у вас преимущество в огневой мощи. И нужны ли, например, вам дымы. То есть, здесь я не уверен, что у нас есть это самое преимущество. Возможно, у противника много артиллерии, пушек и так далее. Поэтому я оставлю дымы. Но дымы могут оказаться вредны. Просто закрыть обзор вашим танкам, и они не смогут реализовать свои пушки и пулеметы, и, в общем, всю свою огневую мощь. Так что подумайте дважды, причем, вставить дымы. И вообще, стоит ли вам послать пехоту за танками, а может, стоит пехоту отдельно послать, или наоборот, танки отдельно послать. Соответственно, пушки, не забывайте, что пушки это великолепное средство поддержки тоже. То есть, в данном случае, вроде как, 45-ка предназначена для поражения танков, но здесь у нас боекомплект фугасный, шрапнельный. Можно их использовать тоже для прикрытия, но не забывайте, что пушка достаточно уязвимая. Так сказать, боевое средство, вернее, расчет. Один фугас, и расчета нет. Поэтому, если у вас плохая ситуация, танков много, врага, у вас там только пушки, не стесняйтесь, ставьте свои орудия где-нибудь глубоко-глубоко в лицо, чтобы у них был буквально небольшой обзор, маленький угол обзора, но при этом они оставались живы и незамечены противникам. Лучше, чтобы она выжила, чем чтобы она бездарно умерла в самом начале боя. Ну что ж, мы задали приказы, примерно спланировали, и думаю теперь, ну, артиллерия будет позже, естественно. Я отдельно по ней расскажу. Давайте начинать бой уже. Так вот, по пойму буду стоимости приказов еще раз. В случае с советами всегда держите командиров взводов поближе к пехоте. Чем ближе командир взвода к своему взводу, тем меньше стоимость приказа будет. То же самое можно в данном случае с командиром роты сделать. Тоже можно в теории его отправить в бой. У нас есть два майора. Майора всегда старайтесь держать в тылу. Парни ценные, полковников тем более. Они будут существенно ускорять скорость восстановления ваших командных очков. Если же у вас какая-то маленькая операция, у вас мало командиров, то держите своих даже командиров рот как можно дальше в тылу и берегите их. Тоже задумайтесь, стоит ли вам посылать командиров взвода, или просто послать взвод, а потом уже отдельно приказом командиров взвода передвинуть вперед. В принципе, потеря командиров взвода опять-таки не столь существенна, но тоже неприятно. Вы задали приказы, у вас все готово. Теперь ваша цель. Вам нужно захватить сектора. Все достаточно просто. У кого больше сил в секторе, тот сектор и захватит. Соответственно, если сектор отмечен, как у нас здесь, черным, то этот сектор нельзя захватить. Это связано с ограничением радиуса боев. И ставится уже вами, как вам удобнее и так далее. В случае с секторами с точками, вам, скорее всего, понадобится захватить непосредственно точки. То есть вы можете получить превосходство в секторе, но сектор все равно не придет под ваш контроль, пока точки принадлежат противнику. К слову, захват точек не всегда отображается здесь, в панели сообщений. Он может... Сектор может... Точка может быть захвачена вами, может врагом, но вам об этом могут не сказать. Учтите это тоже на всякий случай, на будущее. Что ж, думаю, на этом... ...с тактическим режимом можно закончить и переходить к третьей части этого видео. Вернее, серии видео уже к артиллерии, но на будущее, если что. Если вы решите нажать на кнопку подписаться на канал, то учтите, что здесь не только Gravity Tactics, много всего интересного, не только стратегии, так что подумайте дважды об этом. Надеюсь, вам было полезно это видео и ждите третье. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...